На дворе уже зараз такое, что без тёплой вопротки на улице очувалось себе уже не вельми утольно, да и в дымах нема былой летний спякоты. Самый час подвести первые выньки подготовки до нового отепляемого сезона. Правда, подача тепла у квартиры, придется еще подчекать. Необходно, как средняя температура по ветру снизилась на некоторых градусов. У вогули не глядите на то, что контрольный термин готовности объектов тепла и энергии за обеспечение 30 вересня. Усе основные работы выполнены уже зараз. 55 направлений, которые мы занимаемся подготовкой к зиме, соответственно, все планы мероприятий выполнены. Те, которые, ну, еще есть время, так скажем, их доделать до отопительного сезона, они, соответственно, будут доделаны в полном объеме, будет выполнение. Не глядите на то, что в опошние годы зимы на ромочке недостатково мягкие, подрихтовка до этого периода самая серьезная. У вогули теплая зима на экономике отбивается не самым лепшим чином. Починаючи от недокупов вильготи у глебе за отсутности снегу до страт предприемцев, які займаются тепло- и энергопоставками. Не вельми добро вытремливают температурные перепады и дорожное покрытие. Правда, сами дорожники ректуются до зимы морозной и снежной, и кажуть об готовности техники и створении запасов супрозгололедной сумеси. С 15-го кастричника до постоянного дежурства приступить и специальные аварийные бригады, які створены на предприемцах палевно-энергетичной глины. Тут так само запевниваюсь у готовности до работы в осенне-зимовый период и шмат узровневым контролю за ходом работ. В сентябре месяце прошла проверка Министерства энергетики на соответствие данных паспортов. Проверка замечаний не выявила. То есть, на самом деле, наши все объекты жизнеобеспечения готовы на 100% к текущему осенне-зимнему периоду. У отповедности запасной программы энергосбережения в этом отепляемом сезоне больше активно плануется выкорисовывать мясовое палевно-энергетичное ресурсы за надчасовой экономией бензину, дизельного и биодизельного палева. Олег Синчуров, Валерий Капанько, далее радует компания Гомель.